Зарабатывать в интернете проще простого! Заходи на сайт Вулкан, регистрируйся, играй в игры и выигрывай реальные деньги! Ссылка в описании! Все животные источают запах. Он может исходить от еды и конечностей появляться в ходе драки. Это определенный стиль общения в дикой природе. Запахи используют для атаки, защиты и соблазнения. Всем привет, вы на канале Жук-паук и это видео «Самые ванючие животные». Кошалот Кошалот открывает рейтинг самых сильно пахнущих животных благодаря запаху, который производит его кишечник. Самое крупное плотоядное животное в мире съедает до 500 кг в день. Из всего богатейшего подводного мира он предпочитает кальмары. У кальмаров есть щупальца и острый клюв, которыми они обороняются. Попадая в кишечник кита, острый клюв кальмара царапает его стенки. В свою очередь, кит вырабатывает восковое обволакивающее вещество, чтобы обезопасить себя. Клювы получаются упакованными в своеобразную восковую капсулу, которая покидает кишечник и волнами прибивается к пляжу. Шар с разлагающимися внутри клювами кальмаров называется амбра. Ленивец обитает в лесах Амазонии и больше известен не своим запахом, а скоростью. Он же и одно из самых медлительных млекопитающих на Земле и самых нечистоплотных. Ленивец абсолютно не ухаживает за собой, допуская то, что в его шерсти прорастают водоросли, селятся насекомые. Зафиксированы случаи проживания 980 жуков и 120 молей на одной особи. В кишечнике животного уживаются три различных вида клещей. Зловонный запах, исходящий от ленивца – это определенная защита от хищников с особо чувствительным нюхом. Эти животные могли бы пахнуть еще зловоннее, но ежедневно принимают ванну, причем не всегда по своему желанию. Они просто сваливаются случайно в воду. Кошачий лемур. Выглядит он очень милым, но ужасно пахнет, особенно самец. Лемуры живут семьями по 20 особей, в которых главная роль у самок. Самцы занимают нижнюю строчку в иерархии, и только в период спаривания самцы превращаются в лидеров. Сражения между соперниками проводятся с помощью запаха. На запястьях лемура расположены железы, вырабатывающие мускусный аромат. Помечая самку этим секретом, они информируют других, что она занята. Самцы часами могут тереть свои хвосты о запястье, чтобы распространить запах, и затем вступают в поединок. Кто воняет сильнее, тот и оказывается победителем. Гиена. Она наполняет своим запахом африканскую ночь. Гиены живут стаями до 90 особей. Чтобы ориентироваться в пространстве, они используют запах. Железо, выделяющие гиеновую жидкость, находятся рядом с хвостом. Секрет они оставляют повсюду. Это их своеобразная социальная сеть, которая сообщает всем, кто есть кто. Запах – своеобразное оружие гиен в схватке со львом. Король джунглей берет силой, гиеной – количеством. Они способны победить, если превосходят по численности львов в четыре раза. По запаху сородичи быстро находят стаю и приходят на подмогу. Глупыш. Глупыш – птицепадальщик, питающийся всем подряд. Мусор – мертвая рыба. Моряки прозвали их вонючками. Для воведения потомства глупыши поселяются на уступах скалистых берегов. И уже у птенцов развивается защитный механизм – сильно пахнущий желудочный сок. Если птенец почувствует опасность, он срыгивает, и его желудочный сок выплескивается на 50 сантиметров. Взрослая птица способна выстреливать маслянистой жидкостью на расстоянии до двух метров. Гнилая рвота, попадая на перья и мех врага, нарушает его гидроизоляцию и при низких температурах приобретает состояние воска, что для животных северных широт означает смертельную опасность. Лев. Лев помечает феромонами кусты на своей территории и таким образом предупреждает соперников, чтобы они держались подальше. Летучие вещества в кошачьей матче сохраняются многие часы. Распространяют запах по территории львы очень простым способом – мочатся на свои лапы. Мой кот тоже самое делает. Ежедневно один самец составляет больше одной тысячи пахнущих следов. Львиный запах повсюду, поэтому животные, на которых охотятся львы, не могут понять, приближается ли сам хищник или это только его запах. Поэтому становятся беззащитными. Таким образом, капли мочи становятся смертельным оружием. Многоножки. Многоножки, которых считают безобидными, в случае угрозы способны отпугнуть даже крупного хищника. Вдоль тела расположены парные железы, выделяющие ядовитые вещества. Один из видов многоножек выделяет синильную кислоту. Для сведения, эту кислоту применяли в газовых камерах. Яда одной особи хватит на то, чтобы убить шесть мышей. А вот черный лемур нуждается в запахе многоножки. Примат травоядное животное, но никогда не откажется съесть многоножек. Шкура лемура пропитывается ядовитыми веществами, выделяемыми многоножками, которые защищают его от москитов. Сок многоножки действует на лемура одурманивающе, и он попросту становится пьян. Слон. Слон сильно воняет из-за зеленой мочи, стекающей по ногам. В период спаривания в крови самцов уровень тестостерона увеличивается в 60 раз. За это время один слон выделяет до 300 литров мочи. Запах мочи усиливается другим ароматом, который выделяют железа, расположенные на щеках слона и имеющих размер из баскетбольный мяч. Он ощущается на расстоянии одного километра. Для людей этот аромат неприятный, а для слоних делает самца сексуально привлекательным. Запах – это еще и демонстрация силы в слоновьем поединке самцов. Грифы. Грифы или природные могильщики занимают второе место среди самых дурно пахнущих животных. Поедая падаль, грифы сами начинают смердеть, еще в процессе еды. У грифов слабые клюва и когти. Они начинают трапезу с мягких частей тела погибшего животного и быстро пропитываются запахом гниющей, разлагающейся плоти. Чувствуя опасность, птица срыгивает. Так ему легче подняться в воздух. Рвота содержит кислоту, обжигающую глаза и нос. Когда грифы перегреваются на солнце, они справляют нужду прямо на свои лапы. Скунс. Скунс – абсолютный лидер рейтинга плохо пахнущих животных. Перед ним пасует даже один из самых сильных и быстрых хищников – пума. Скунс, когда что-то угрожает его жизни, начинает кричать, стучать лапками, размахивать хвостом. Его запах не только ужасный, но он еще и опасен. Скунс выделяет вещества по составу, похожие на соединения, содержащиеся в луковице и заставляющие плакать. Запах скунса вызывает у противника приступ удушья и временную потерю зрения. Есть факты того, что некоторые собаки умирали после встречи со скунсом. Парные железы, расположенные под хвостом, выделяют маслянистую желтую жидкость, которую животное может выпустить на расстоянии до 3 метров. Причем заряда хватает на 6 выстрелов. Но прежде чем выстрелить, скунс изображает что-то похожее на хип-хоп. Становится на передней лапке, высоко задрав хвост. Так он предупреждает нападающего, и если танец не подействовал, то скунс выпускает ядовитый газ. Благодарю вас за просмотр, ставьте лайк, если не хотите встречаться ни со скунсом, ни со слонами, ни с грифами. Подписывайтесь на канал и всего вам хорошего!